МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В якому їдять не листя, а стеблеплит. Соковита и нежна, вона має приемный капустяний смак. За высокий вміст витаміну С, капусту кольрабі називають північним лимоном. Якщо съедати 100 грамів кольрабі на день, то можна забезпечити свій організм добовою нормою аскорбінової кислоти. Додавати в щоденне меню цю незвичайну капусту дуже важливо в зимові місяці, коли застуда та гриб атакують звідусінь. Насичена селеном капуста кольрабі добре зміцнює імунітет. Таку саму дію мають і ягоди барбарису. Бербарін, що входить до їхнього складу, має жарознижуючу та протимікробну дію. А вітаміни С, Є та коротин надають додаткову енергію для боротьби з вірусами. І просто зараз дізнаєтеся, як поєднати ці два корисних продукти і приготувати з них справжнісіньку вітамінну бомбу. Смачний, дуже ніжний і корисний суп, який припаде до смаку усій родині. Така вот необычна капуста часто встречається на ринках. Она стоить буквально 10 гривень, но хозяйки частенько обходять її стороною. А зря. Эта капуста невероятно вкусна, она такая сладковатая на вкус. У нього нет этого острого такого привкуса, как у белокочанной. Ну, просто мы не умеем її готовить. Вот і все, поэтому ми обходимо її стороною. Ми сьогодні научимося готовити чудесний суп із такой вот капусты кальраби с добавлением барбариса. Ещё один необычний інгредиент для супа. Где ти понахваталась цього? Надюш, я расскажу. Єсть інтересна история, связанная з моим ребёнком. Це він добытчик у мене, це він нашёл этот барбарис. Ми добавимо сюди красний перец, который тоже невероятно полезен, він згадує наш організм. Этот суп буде з рисом, обычним белым рисом. Ми зробимо з тобою дуже вкусні чесночні сухарики, добавимо лук традиційний в этот суп и небольшое количество сливок. А готовиться он будет на основе куриного бульона. Начинаем мы готовить. Для этого у меня есть бульон куриный, который я приготовила заранее. И я его нагреваю. Надюша, нам нужно очистить кальраби. Поможеш мне, пожалуйста? Нам нужно обжарить небольшое количество лука на оливковом масле. Можно на растительном, подсолнечном. Любое масло, которое вы используете, пригодится. Так что же за история, Танюш, в которой твой сын Вова выступил в роли добытчика? Ты знаешь, он у меня телец по гороскопу, а тельцы, как известно, мужчины, они такие домовитые. Я надеюсь, что он таковым и вырастет. Но в детстве он проявлял эти способности. Он на даче, когда мы жили, допустим, любил все время собирать со мной овощи и фрукты, которые у нас росли на грядке. Помогаечка. Когда я высаживала клубнику, допустим, он тоже с удовольствием вывалился весь в грязи и тоже мне помогал. Ну и так далее. Любил поливать огород. Когда вечером я приходила с работы, мы с ним вместе это делали. Когда мы съезжали как-то с дачи, я разбирала его технику. У него был модный такой велосипед с багажником. Я открыла этот багажник и увидела там все. И картошку, и морковку, и помидор, и луковицу. У него там был полный суповой набор. Запасы, да? Запасы. Они, конечно, уже высохли все за лето. То есть это были такие вот кочерыжечки маленькие. Но это говорило о том, что ребенок растет хозяйственно. Нагревается масло, а я тем временем нарежу лук. Кстати, чем мне нравится кадраби? Она вся как кочанчик капусты. Кочерыжечка, которую мы так любим в Белокочанной. Только без горечи. Ну ты знаешь, Танюш, как-то ты, по-моему, говорила, что Вова, когда был маленьким, не любил есть супы. А тут суп, его любимое блюдо. Да, у нас рядом с Думом парк прекрасный, Парк Победы есть. И там растет барбарис. В Одессе? В Одессе, да. Я увидела сначала весной цветочки. Когда мы с ним гуляли, он еще поменьше был. А потом он подрос, и барбарис как раз созрел. Мы проходили мимо, я говорю, Вова, это очень полезные ягодки, давай насобираем их. Ну, конечно, ребенку интересно, не просто гулять по парку. Тем более ему, он же добыча. Да, и мы насобирали с ним этот барбарис, высушили его. И из свежего я сделала очень вкусный соус, а вот такой вот сушеный я добавляла в суп из кальраби. Когда пришло время кушать суп, я говорю, Вова, помнишь те ягодки? Да. Мама, какой будет суп? Он обожает капустняк, и любую капусту в любом виде он очень сильно любит. Хотя супы, честно говоря, не очень уважает. Но этот вот суп из тех ягодок, которые он собирал, он ел с удовольствием. Это я вспомнила просто про барбарис. А у меня Владюха не любил плов до определенного момента. И я удивилась, когда я узнала, почему. В специях для плова присутствует барбарис. Вот когда покупаешь готовые на рынке, я так люблю делать, настоящие, такие ароматные. И вот однажды, когда я поменяла другие специи, и там не оказалась барбариса, он говорит, мама, вот это хороший плов, без тараканов. Они, вот эти ягодки, они высыхают, они такие кисленькие и черные в плове. А он очень пристально относится ко всему, что как выглядит в блюде. Потому что он как раз дева по гороскопу. Там немножко другая история. Да, я понимаю тебя. Не добытчик, а высматриватель. Ты знаешь, я была удивлена. Мы когда с Ярославом познакомились, я ему приготовила свои модные фирменные сырники с изюмом. Он говорит, я их есть не буду. Я говорю, почему, там изюм. Там изюм, так мне это знакомо, да. Такие же у него ассоциации были, как у твоего сына с барбарисом. Натирай кальраби на терку. Здесь получится где-то 500 граммов. Я обжариваю лук. Бульон у меня закипел. Я отправляю туда вариться рис. Он уже промыт, хорошо. Здесь полстакана риса. Когда будете выбирать кальраби, выбирайте качан диаметром 8-10 сантиметров. А вот по цвету получается, что все ингредиенты такие беленькие, светленькие. Наш суп будет очень красивым, не переживай. Мы тогда добавим важные ингредиенты. Это такой маленький секрет пока, интрига. Все, давай, Надюша. Я ее кладу в бульон к рису. Лук должен быть прозрачным. Ни в коем случае его не пережарьте, потому что нам не нужен вот этот аромат жареного лука. Лук стал прозрачным. Мы можем его отправлять к супу. Долго будет супец кипеть. Он будет кипеть минут 15-20. Как раз сварится рис. Кальраби варится очень быстро. Это такой быстрый супчик, я бы сказала. Пока варится наш суп, предлагаю сделать вкусные чесночные греночки с паприкой. С удовольствием. Включай духовку. Сколько градусов? До 200 градусов. Будет быстрее. Шкурку обрезаем. Нет, мы делаем из всего хлеба. То есть это такие нежные будут сухарики, да? Да. Я очень люблю к таким вот супам пюре. Это будет суп пюре у нас. Сверху посыпать какие-нибудь яркие сухарики. А эти будут яркими за счет паприки. Прекрасно. Еще нам понадобится такая специя, как чеснок, такой вот сухой. Я беру одну чайную ложечку приблизительно из замесенного чеснока. Такое же количество паприки. Делаем такую вот специю в сухом виде. И отправляем сюда хлеб. Перемешиваем. Распределяем по противню. Никакого масла? Никакого масла. Они должны просто подсушиться. Отправляем в духовку буквально 5-10 минут. Пока доварится суп, наши сухарики будут готовы. И через 10 минут мы продолжим приготовление супа. К этому времени и сухарики будут готовы. Сухарики подрумянились, и суп почти готов. Но нам есть еще чем заняться. Будем доставать? Да. Даже если не съедим сразу с супом, то полакомиться потом такими сухариками одно удовольствие. Детям понравится. Теперь на участие тех самых ягодок загадочных, о которых мы с тобой говорили. Барбарис сушеный добавляем в количестве 2 столовые ложки в суп. И даем ему покипеть еще минут 5-10, чтобы этот барбарис хорошенько растворился в супе. Да ты что! Так он сушеный. Ну да. Он немного поменяет цвет супа. Слушай, значит у нас есть минутка выпить кофе? Да, с удовольствием. Угощайся, Танюш. Спасибо, Надюша. Нес-кафе. Первое правило утра. Танюш, ты для Володи, сына своего, уже столько всего готовила, самых разных блюд. Удивляла его, его друзей. Он умеет готовить? Ты знаешь, удивительно, Надя, но я недавно от него буквально позавчера услышала, у него в школе есть множество разных кружков, которые он хочет посещать. Когда он туда собирался, он там выбрал себе несколько, но оказалось, что какие-то из них уже не работают, какие-то там только не для его возраста уже, либо не для его возраста еще. Я говорю, Вова, ну что, ну куда ты все-таки идешь? Время-то поджимает уже, скоро нужно определяться. Он говорит, ты знаешь, мама, у нас есть кулинарные курсы, я, наверное, пойду. Каково же было мое удивление, дома у мамы он учиться не очень-то хотел, если честно, а там в школе понял, что это просто жизненно необходимо, потому что кормят, если честно, там не очень. Пока доваривается наш барбарис, я измельчу петрушку. Что-то я смотрю, ты прям столько петрушки, щедро. Да, ты знаешь, петрушка тоже это один из ингредиентов, который содержит большое количество витаминов, и наш суп от этого только улучшится. Конечно. Суп готов, пробуем его на соль. Хорош. Отправляем его в чашу. Конечно, для того, чтобы приготовить идеальный крем-суп, лучше всего воспользоваться блендером. Да. Одно движение, и он сделает всю работу за нас. Теперь мы добавляем сюда 3 столовых ложки сливок, острый красный перец. Нормально? Щедро. И петрушку. И мы можем его уже сразу же пробовать. Сухарики готовы, суп готов, немножечко паприки для презентации. Это очень вкусно. А я пока напомню, как мы его готовили. Вам понадобится куриный бульон, рис, кальраби, лук, сушеный барбарис, сливки, зелень, соль и перец, а также хлеб, паприка и чесночная соль для сухариков. Куриный бульон доведите до кипения, добавьте натертую кальраби, всыпьте промытый рис и отварите его до полуготовности, добавив по вкусу соль. Репчатый лук очистите и нашинкуйте. Затем слегка его обжарьте до мягкости и отправьте в суп. Добавить в суп барбарис. Варите до готовности риса и капусты. Тем временем посыпаем сухарики паприкой и чесночной солью, отправляем на 15 минут в духовку, разогретую до 180 градусов. Готовый суп перемешать в блендере до однородной консистенции, заправить сливками, красным молотым перцем и измельченной зеленью петрушки. При подаче добавить сухарики. Да, действительно, так сразу и не поймешь, из чего супик приготовлен. Мой любимый кальрабский суп. Сын его называл, когда был маленький. Все-таки вот кальраби не дает какого-то резкого запаха, да? Очень хорошо. Мне нравится, что я так перца не пожалела. Очень вкусно получилось. Я бы сказала, что это суп с секретом. Если просто так попробовать, не догадаешься, из чего он приготовлен, но ощущение, что он необыкновенно вкусный, нежный, сытный и немножко остренький. Я люблю острое. А как, кстати, Вова к этому отнесся? Ну, я не кладу столько перца, конечно, для него. Кладу по вкусу, как он любит. Ты забыла, самое главное, он очень полезный этот суп. О, да. Витаминная бомба, я бы сказала. Да, действительно, и готовить легко. Так что обязательно порадуйте себя и своих близких. Танюша, спасибо огромное. Будьте счастливы и кушайте на здоровье.